итак всем здорова сегодня у нас короче метро 2033 осмотрим я начинаю новую игру потому что так как я переустановил игру то у меня почему-то там сохранение короче если последнее сохранение берешь то игра виснет это первый раз она вернее она вылетела а второй раз я попытался думаю дай еще раз попытаюсь и она вообще прям повесила весь комп пришлось перезагружать вот но это если с последнего чекпоинта продолжить а если на начать у меня не на четвертой главе остановился если просто четвертую главу как бы заново тогда ничего нормально на 4 глава там в общем очень стрёмная и и там все очень темно и она по геймплей очень стрёмная блин как жаль что нельзя последний point потому что там прошел и там такой геморрой был охеренный а как мы знаем в данной игре короче в данной игре очень мало пуль большие с ними проблемы с пулями вот я играю обычно нормальном и короче пуль всегда не хватает охеренские вот и там тяжело довольно таки пройти это обидно мне придется проходить потому что как он как мы помним я решил короче пройти и все-таки последний раз я чет посмотрел у сохранок было 17 февраля дата странно в общем тогда я чё-то проходил потом плюнул потому что по геймплею как бы блин много какие-то задротские перестрелки мне в данной игре перестрелки не очень нравится потому что потому что противники как-то хреново реагирует на попадание пуль непонятно вообще сколько в них надо пульс садить слишком много на мой взгляд и когда ты в них попадаешь что как-то хреново вот эти от меня больше всех бесят дебилы вот эти вот типа монстры блин у них во-первых анимация очень кривая во-вторых их надо накормить свинцом чтобы они сдохли долго достаточно блять да чё за нахуй ахуеть что-то меня вообще резко убили как мы видим мы видим фпс весьма высокий а вернее здесь уже не очень высокий но здесь вот просто и освещение приличное достаточно много и вы самое главное здесь вот этот вот дым что ли ту туман не туман и этот туман как известно он всегда очень не кисло тормозит да блять ну возможно а я понял я наверно не включил маску просто там нужно маску одеть вот эта игра конечно и процессор ей нужен но самый главный видеокарт потому что это трушная пока что игра и здесь максимальная графика офигенный все тормозит тормозила и так далее это у меня счет еще 280 на 720 короче но все остальное на хай а тут есть посмотреть что в эриха и даже но максимальный короче здесь нет настроек отдельных вот есть в эриха и причем вот даже заглаживание я не могу убрать я обычного убирая тут а почему-то нельзя убрать но разрешение 1280 на 720 я попыталась 1920 на 1080 но она даже там в начале уже стало неприятно лагать 25 fps было но как так неприятно лагает короче я понял что это не судьба в общем но тут понятно тут я ничего не говорю потому что ты графон очень офигенский вообще даже чуть ли я как я уже говорил с кризисом его тяжело сравнивать то что как-то не блин разные какие-то игры там в основном джунгли и считайте больше ничего нету вот а тут как бы все совсем по-другому как я говорил здесь аутдуры стремный но данный аутдур первый он короче такой очень неплохой видимо за счет того что тут не дневное освещение поэтому все как бы красиво костерчик все дела там какой-то пепел летает как мы видим 40 fps а если был бы старый просто поверьте мне был бы fps где-то 20 на старом просто везде там все тормозило даже в эндорах где вот тут вот чаван дуре было я не говорил о другом поэтому не сделал внимания не заострил внимание но там было где-то 50 fps на самом деле а так было бы 30 или даже 20 25 вот офигетская в общем игра бы да пока но именно по графике впрочем и погружение атмосфера у данной игры тоже очень приличная то есть вот это как в начале голосом мужик читает с музыкой как-то это пробирает честно говоря и очень качественный на самом деле даже не могу припомнить вот сколько уже время прошло с выхода этой игры 2010 год больше года я не могу припомнить как бы ну вот так вот на именно на вскидку может что-то и был но ты именно на вскидку не могу припомнить больше скажем так душевностью какой-то атмосферы здесь вот реально есть атмосфера прям очень не кислая не пустышка игра вот для контраста я скажу это примерку love duty какой-то даже battlefield 2 то есть компания там это полная пустышка как бы вообще ни о чем тут же как бы все офигенский просто и я тогда когда она должна была выйти я ее прям ждал я не ждал год или два я узнал о том что она выходит за месяц что ли что-то такое или за два месяца и тогда хотел как раз сделать это ровно такой же смотр записи он у меня есть один из первых но в том числе один из первых смотров это первый же тай 4 2 2 по-моему battlefield bad company 2 кажись вот и там just cause там где-то рядом assassin creed а и не зря в общем на самом деле то что игра просто именно по атмосфере по графике офигенская а вот по стрелялки а потому что это по идее шутера по стрелялки она мне реально не нравится вот офигенский тут все сделано как бы супер без всяких direct x 11 так далее все развод для лохов как бы вот до хера полигонов ну тут правда у него пальцы сквозь ногу проходят как видим в индоре 50 fps это как бы в общем тоже показатель потому что так бы говорю был бы fps 30 или 40 досад дельный момент выхода не было даже видюхи даже топовые видюхи они в общем но в том же 1280 они может быть еще чуть и показывали а вот как мне заебали в комментах писать 1920 на 1080 там не было такой видюхи даже самые топовые на тот момент они нихера ничего не держали потому что игра очень как бы мощная на движке stalker а я когда это сказал в обзоре что ли мне начали писать там тут другой бля движок туда-сюда блять пиздец чё за наивные люди этот люди делали эту игру которые ушли из команды stalker блять они ушли они с собой движок прихватили то что они его возможно модифицировали да может быть но совсем немножко потому что они ушли там быстро в общем эта игра появилась то есть она вроде не очень долго как бы разрабатывалась они как бы его еще круче скажем так может быть сделали то еще под вопросом и вот и все собственно и верить в то что это блять новый движок да только так совпало да что люди ушли из это иска ровно из игры stalker и вообще сама графика очень сильно похоже на stalker очень сильно да здесь побольше полигонов текстурки еще покруче но реально вот сама как бы атмосфера то что движки блять кто разбирается даже не надо разбираться все кто побольше играл все знают что но бля как тормозит но тут чисто 15 fps чисто это видюха вот неприятно вроде 20 fps а как-то вообще тормозно так вот короче кто знает все движки игры на одних движках очень сильно видно то есть первых на half-life 2 да то есть есть contra contra source да блин ты смотришь это вылитый half-life 2 только другой сеттинг скажем так другие там пушки и так далее дальше пример кризис что там far cry да там примерно то же самое тоже видно еще какие движки на там блин это просто самый известный doom 3 его doom 3 это вообще пиздец там когда doom 3 все просто в глаза бросается анриал тоже самое то есть как бы зачастую можно просто по картинке сказать или предположить большой долей вероятности чего это короче за движок и вот тут говорю на stalker очень сильно похож и уж слишком много совпадений ну короче эта игра я сделала больше скажем так из-за того что я ее уважаю так далее смотр с этим процессором нежели именно из-за насущности потому что все таки это именно игра где действительно видеокарта реально нужна и это не так как в call of duty где там позорная график и кто-то там будет орать да у тебя стрёмный видеокарта пиздец люди и вообще люди которые говорят что разрешение это очень круто и без этого графика не графика это пиздец графика не из разрешения состоит разрешение конечно важно но 1280 120 примеру стандартное разрешение для всех нынешних консолей а много людей говорят что консоли это блять круто и график там зачастую даже пишут в коментах такой бредятину штамм графика лучше чем на компе это пиздец вот так вот графика это разрешение это чуть ли не в последнюю очередь главное чтобы она была не 320 на 240 а то что 1920 на 1080 это полная хуйня и вот тут вот графика она крутая не за счет того что блять я тут разрешение выкрутил но я его не выкручивал но можно было бы сказать а за счет блять других совершенно вещей освещения ну самое главное тут освещение очень крутое я так думаю ну и дальше там всякие текстуры полигона еще дополнительные шейдеры какие-нибудь и так далее вот это в графике самое главное то что 1920 люди блять и люди верят что нужно видеокарту крутую покупать только ради того чтобы играть в родном в родном разрешении для монитора блять то что если ты играешь не в родном то графика говно да а если ты играешь в родном туда же контра страйк один блять будет охуенской такой пиздец я очень не понимаю родное разрешение грана на экраны такой пиздец вот я играю 1280 блять на 720 это не родное разрешение или я даже не знаю какое тут родное блять тут вообще родной 2560 наверно потому что он у меня 2560 вам поддерживает а может и нет не помню но по моему поддерживает так вот короче это такой бред про родное разрешение родное разрешение от на рабочем столе она имеет значение потому что если она будет не родной она может быть да и то там соотношение должно быть ну там будет как-то блин не знаю вот на рабочем столе у меня 1920 там да это нормально там если к примеру меньше делать то они слишком крупные значки получаются но игра она от разрешения блять она очень мало короче от разрешения тут что зависит и 1920 на 1080 разрешение это миф это специально люди короче придумали маркетологи чтобы впаривать графику говенную короче но говорить блять а вы запустите 1920 на это чего здесь вас тормозить будет поэтому нужно еще более мощные блять видеокарты вы должны купить нашу новую видеокарту и люди ведутся на этом такой она откровенная разводила короче что это реально бред а потом когда появится видеокарты дат примеру за 100 баксов которые будут тянуть из 920 блять черно 2560 2560 теперь блять 3 миллиона нахуй надо и так и будто это все развод потому что графика это говорю блять это шейдеры текстуры и так далее нихуя не разрешение разрешение это полное говно разрешение блять еще в тысяча тринадцатом году блять разрешение было и а графики тогда не было но все равно тут 50 fps есть и это не дурно малый fps от когда в основном когда вот тут от туман всякий идет от туман он это такая короче просто еще по стремному не умеет по-другому делать что система частицы короче от всегда просто убивает все нахуй всю видеокарту любую вообще вот директ x11 тоже полный разводил его директ x10 разводил его все маркетологов ска разводил его и говорили плевал директор здесь а ты будут новые новые игры супер графика а сосниться курица блять call of duty очередной получите блять и играйте в это говно и такой развод постоянно как бы идет это действительно маркет маркетинговая хуйня даже тесселяция она появилась еще в начале двухтысячных на платах радион там радион у них была забыл как это называлось технологии их true форму дал true форм она называлась то есть еще тогда но может тогда она была не такой доработанной ли чет там но блять еще в двухтысячном году а потом сказали что это самое главное фактически в директ x11 ну там щеки геометрические шейдеры на их блять никто никогда не видел в глаза а вот это тесселяция типа самое крутое а тесселяция как я вам сказал это блять нахуй 300 лет назад средневековье еще была поэтому это все развод не ведитесь на это не ведитесь на разрешение на директ x11 и так далее если бы это давало графику крутой я бот блин я бы еще год назад бы другую видеокарту купил прям вообще реально без пизды как бы я просто я-то разбираюсь во всем этом я знаю что это нихуя ничего не даст ну короче на сегодня достаточно много чего рассказал показал проникайтесь так сказать идеями знаете как все на самом деле обстоит они как вам втюхивают какие-то дебилы и так далее все на самом деле не так как есть на самом деле как говорится в действительности все иначе чем есть на самом деле это в варкрафте третьем кто-то говорит маг какой-то и все-таки ради 1 2033 метро я естественно бы не взял видеокарту тем более по геймплею как стало нам не особо не понравилось план до скорого